Друзья, всем привет! Меня зовут Макс, вы на канале Фрагрантиус. И сегодня я расскажу вам о парфюме от итальянского нишевого бренда Arte Profumi, который называется Cine Tempore. Поехали! Итак, друзья, прежде чем начну делать обзор, хотел вам сообщить, что у меня есть замечательный, уникальный, неповторимый, одноименный телеграм-канал Фрагрантиус, на котором есть много всего интересного, поэтому обязательно заходите, осматривайтесь, если не понравится, отписывайтесь. Также хотел вам сообщить, что сегодняшний обзор проходит при поддержке интернет-магазина косметики и парфюмерии RANDEVU. Это значит, что парфюмы с сегодняшнего обзора, равно как и любые другие парфюмы, вы сможете приобрести на сайте интернет-магазина RANDEVU по ссылкам в описании к этому обзору. И также вам подарок мой именной промокод 10MAXIMUS на скидку 10% на все покупки на сумму от 2,5 тысяч рублей в интернет-магазине RANDEVU. Итак, друзья, Arte Profumi, Sino Temporo или Temporo, я, честно говоря, не знаю, как правильно ударение. Итальянский нишевый бренд, один из моих любимых вообще парфюмерных брендов. Уже несколько у меня парфюмов от этого бренда. Не помню уже, какой по счету обзор. Стандартный у них арт, одинаковый. Это уже новый дизайн, флакот. Вот такой вот итальянский минимализм. Тяжелая металлическая крышка с гербом. Здесь написано по периметру Arte Profumi. Вот так все красиво, минималистично, темно-зеленый цвет. Ну и прежде чем я начну рассказывать об этом парфюме, я просто считаю своим долгом поделиться с вами своими впечатлениями от этого бренда в целом. Все-таки я считаю, что этот бренд, он кардинально отличается, выпадает вот из этой вот парадигмы современного мейнстрима парфюмерного, да. И по мере знакомства с парфюмами этого бренда, я уже так чисто эмпирическим путем пришел к заключению, что все-таки это вот та самая итальянская парфюмерия во всей своей красе. И те, кто уже смотрел обзоры на парфюмы от этого бренда, я вам не говорил, что я прям вижу отличия, да, вот, эстетики бренда Arte Profumi как яркого представителя итальянской парфюмерии. И вот, на мой взгляд, основные отличия итальянской, именно итальянской парфюмерии, итальянской школы парфюмерии, наиболее яркие представители, это все-таки, наверное, Profumo Mromo, а также вот Arte Profumi, Lorenzo Villarese, Mio Fushune, все-таки основным их отличием является то, что они все-таки представители такого парфюмерного реализма, да, я бы даже сказал местами гиперреализма. И вот такой вот украшательский, парфюмерный, буржуазный аспект, такой вот элемент шика, гламура, роскоши, богатства, да, вот, то, зачем многие очень люди идут в парфюмерию. Вот в итальянской парфюмерии он сведен к минимуму, кстати, у Arte Parisi тоже туда относятся. И вот Arte Profumi – это яркий представитель такого вот негламурного, гиперреалистичного парфюмерного реализма. И, конечно, вот, если так концептуально взглянуть на этот бренд, мне кажется, это очень созвучно с творчеством знаменитого итальянского художника Caravaggio, Микеланджело Меризи де Caravaggio. Это яркий представитель барокко, и он в свое время бросил вызов своим творчеством вот этому всему маньеризму и академизму, который в то время царил и был первым художником итальянским, который начал изображать жизнь вот в полном спектре, да, был первым представителем реализма, да, который не боялся не только красоту показывать, но и какие-то уродства, какое-то несовершенство. Вот такие вещи его, например, как больной Вакх, да, его автопортрет, когда он там тяжело переболел малярией, или лютнист из Эрмитажа, вот они, конечно, ярко выделяются на фоне живописи тех лет, да. Караваджо, он был по жизни, так если говорить грубо, конченным беспредельщиком, алкоголиком, дебоширом, за ним даже такие вот числились грехи, как убийство человека, да, по пьяной лавочке. Но вот он, будучи близким вот к этой реальной жизни, да, он и вот это все переносил в свое творчество, этот гиперреализм, да, неприкрытый такой, не боялся показывать изъяны, несовершенства и так далее. Вот для меня Arte Parfumia это своего рода такие парфюмерные ребята в стиле Караваджо. То есть они передают запахи, ароматы природы без какого-либо приукрашивания. К чему я это все рассказываю, да, что многие приходят в парфюмерию для чего? Чтобы пахнуть дорого, богато, выглядеть гораздо богаче, аристократичнее, чем они есть на самом деле. Собирать комплименты, привлекать внимание противоположного пола, чтобы, условно говоря, напшикался дорогим парфюмом с дорогим звучанием. И получилось свидание с продолжением. Вот на мой взгляд бренд Arte Parfumia вообще не про это. То есть это больше все-таки вот такие натуральные, не приукрашенные, не огламуренные, не как-то не приглаженные, не прилизанные запахи именно природы. Именно запахи, я неоднократно говорил, да, в чем отличие запаха от аромата. Аромат это всегда приятно, а запах это не всегда приятно. Запахи могут быть и как приятные, так и неприятные. Теперь, собственно, про этот парфюм. Вот здесь можно сказать одно единственное слово. Это ветивер. Все. Вот парфюм про ветиверы. Тут я еще один термин должен достать из своей головы, который называется минимализм. И вот это ярчайший пример вот такого ветиверового минимализма. И тут я уже вот склоняюсь больше к эстетике вот этой китайской живописи Го Хуа, да, когда всего очень мало и все сведено к минимуму. И, конечно, вот этот парфюм, он на 95, наверное, процентов про ветиверы. Вообще, вот по моим ощущениям, да, парфюмеры очень боятся этой ноты ветивера. Потому что сам по себе ветивер вот в своем первозданном неприукрашенном виде, он пахнет достаточно так пугающе и достаточно так непарфюмерно. Это кустарник родом из Индии, вот травянистый. Трава даже, по-моему. Ну, не суть важна. В общем, у него такой достаточно пугающий у масла ветивера. Это суховатый такой, сухотравный, пыльноватый, местами землистый аромат. И ярким примером того, ярким подтверждением того, что ноту ветивера в чистом виде ее не очень любят, является парфюм Анкер Нуар Чернильница от Лалик. Парфюм, который, с одной стороны, хит, с другой стороны, многие от него шарахаются. И говорят, что пахнет подвалом, пахнет какой-то землей. И вообще, это ниша-нишевая. И зачем такие парфюмы носить? И, соответственно, многие парфюмеры и бренды пытаются этот ветивер как-то развеселить, приукрасить. Такие вот классические вещи на тему ветивера. Терд Эрмес от бренда Эрмес, где ветивер этот развеселили цитрусами и молекулой из АЕС Супер, которая придает такой древесный аромат. Или Монталеред ветивер, или Герлен ветивер, где там цитрусы, опять же, травки. Вот в данном случае это вот больше в сторону Чернильницы Лалик. Это такой ветиверовый минимализм и нуар. В то же время возникнет логический вопрос, чем же этот ветивер отличается от других моноветиверов. Вот я делал, например, обзор недавно. Эйтен Боб, Нуиды Межев, тоже, по сути, моно ветивер. Шанель Сикамор, пожалуйста, тоже практически моно ветивер. Или практически на 99% про ветивер. Жирный Электрик, Этат Либрид Оранж, Фэт Электричен, Семи Модерн ветивер. Нишана Султан ветивер, один из моих любимых парфюмов. То есть это все парфюмы, которые так или иначе упираются в такой моно ветивер. В чем же здесь отличие? Несомненно, у этого ветивера есть, кстати, правильно говорить, ветивер, ударение. Но я все время привык к ветивер, мне так удобнее. Поэтому вот так. Чем же отличается этот ветивер? Несомненно, здесь есть своя фишка. И, конечно, вот как я уже сказал, парфюмеры этого бренда решили не портить красоту. И здесь вот этот самый природный, натуральный аромат ветивера, он во всей красе. На старте у этого парфюма достаточно такой землистый старт и достаточно непарфюмерный. В этом плане он мне напоминает еще один парфюм этого бренда. Это Вельвет Руш, который я недавно тоже обозревал. Но довольно скоро вот этот землистый весь аккорд рассеивается. И, конечно, появляется ветивер. И вот основным контрапунктиком, абсолютно божественным и абсолютно уместным, здесь является нотка лайма. Вот сразу хочу сказать, что здесь нет привычных вот веселеньких цитрусов а-ля Тердермес. Лайм и ветивер. Вот лайм и ветивер, вот это вот основная фишка вот этого парфюма. Причем лайм здесь он не резкий и ни в коем случае не назовешь этот парфюм цитрусовым. И ни в коем случае не назовешь его цитрусовым свежаком. То есть ничего такого свежего цитрусового здесь нет. Лайм здесь исключительно как легкий такой маленький контрапунктик, чтобы чуть-чуть оторвать этот землистый тяжелый ветивер от земли. У этого парфюма абсолютно медитативное звучание. И, конечно, он в этом плане пересекается чуть-чуть и с Анкар Нуар, и с Шанель Сикамор. Я бы не стал его также сравнивать с Султан Ветивер Нишана, потому что Нишана там конкретно такая этника Ветивер с пряностями, с ниролей, и каким-то вот таким каменно-минеральным призвуком, отсылающим к знаменитому индийскому атару Митти, когда дистиллируют такие глиняные черепки. Вот в данном случае ветивер не такой брутальный, как в Султан Ветивер. И он здесь такой явно с мистическим таким ароматерапевтическим эффектом. И не просто так этот парфюм называется Сины Темпора, что переводится как «вне времени» или «без времени». Вот этот парфюм, он действительно стоит особняком от всего вот этого вот парфюмерного мейнстрима, от парфюмерных трендов, от моды парфюмерной, потому что он абсолютно вне времени. Вот тут никак при всем желании не определишь, какой эпохи парфюмерной этот парфюм относится, к какому времени. То есть это вот ветивер, который чуть-чуть подсветили лаймом. Мне, конечно, это сочетание очень нравится. Один из моих любимых ветиверов, я бы даже сказал эталонный ветивер. Конечно, он мне гораздо более мил и дорог, чем Сикамор Шанель. Поинтересней. Конечно, он классом и во всех смыслах круче, чем Анк Ренуар Чернильница, лолик. То есть у него, при том, что сам по себе ветивер, он не орущий, не шлейфовый такой компонент. Но парфюм этот очень стойкий. Сильно не шлифит, но держится бесконечно долго. Конечно, он не такой жестковатый и суховатый и колючий, как Нуи Демиджев от Эйтен Боб. Конечно, он не такой, повторюсь, брутал, как Нишан Султан Ветивер. И он даже помягче, чем Жирный Электрик от Элда. То есть это чистая медитация, мистика и какой-то мистицизм парфюмерный с уклоном в ароматерапию. Я обожаю так же, как и практически все парфюмы Арте Прафуми, наносить это как лекарство для души, средство для медитации. Перед сном, что Самхарам, что Богемиан, что Вильвит Руш, что Сина Тампора. Это такая абсолютно парфюмерная медитация. И, конечно, повторюсь, для того, чтобы показать какое-то свое социальное превосходство через парфюм. То есть это не про гламур, это не про секс, это не про дорого-богато, это вот про ароматы, запахи природы реалистичные, даже гиперреалистичные, которые не обязательно только все красивенькие, прилизанные. То есть это вот сама жизнь, сама природа, ароматы, запахи природы. Я обожаю этот бренд. В плане технических параметров я уже все рассказал. Это очень долго, это очень спокойно, это очень натурально, но не сильно шлейфово. Потому что сам по себе ветивер, он по своей природе не особо такой шлейфовый ингредиент. Ну и, конечно, это минимализм. То есть любителям каких-то там фееричных пирамид или стадий раскрытия, или каких-то трансформаций. Здесь этого ничего нету. Ну, вся красота и вся фишка этого парфюма в том, что главное не испортить. Потому что сам по себе ветивер натуральный, он абсолютно очень сложный ингредиент с массой нюансов, с массой оттенков. Он не уступает в этом плане аромату уда или аромату пачули. То есть вот эта история про ветивер, как он есть. Очень красивый, очень природный, очень натуральный. Вот. На этом все, дорогие друзья. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока.